Всем привет! Мы находимся в магазине Squat в CDM на Лубянке. И сегодня расскажем вам про модель Nike Dunk, немножечко про историю этих башмаков и про те башмаки, которые у нас есть непосредственно в магазине. Собственно, про модель Nike Dunk много чего кто знает. Она достаточно хайповая, известная, но если окунуться в историю, то это одни из первых баскетбольных кет, которые производила компания Nike. Непосредственно силуэт Dunk Low, низкие Dunk, они были выпущены в 1982 году. Это типа прям супер давно относительно. И, соответственно, на этой базе, на базе модели Dunk были разработаны первые Air Jordan. Кстати, такой интересный факт. Когда Nike заключила контракт с Майклом Джорданом и сделала две именные расцветки Майкла, на то время по правилам Национальной баскетбольной ассоциации игроки должны были выходить на поле только в белых кроссовках и ни в коем случае ни в каких других цветных. Но по контракту с Nike Майкл всегда выступал в разноцветных, типа в красно-синих, в красно-белых кедах Nike, чем привлекал большое внимание своих фанатов. И за каждую игру Майкла не в белых кедах Nike выплачивали огромный штраф NBA. Но, тем не менее, это никак не отразилось на положении Nike, потому что реклама, которую сделал Джордан, именно для этих моделей Кед была супер большая, супер крутая. И Nike прям очень сильно поднялись в тот момент. Хотя до заключения контракта с Джорданом они были в достаточно таком тяжелом финансовом положении. Так что Майкл спас Nike, если что, вдруг. И конкретно эта модель в частности. Вот. Но перейдем, собственно, от баскетбола к скейтбордингу. Почему Nike Dunk так популярны в скейте? И вообще, было ли это всегда? В целом, сейчас разберемся. Парни, а можете там не дрочить? Спасибо. Изначально, когда скейтбординг прям зарождался и набирал свои обороты в плане вертового катания, это было как раз таки в 80-е, середина 80-х, прям четко ориентировано обувных компаний, которые делали скейтерскую обувь, их по сути не было. И поэтому скейтеры катались, ну, в чем было удобно, в чем приходилось. Одни из таких кет, которые в целом подходили для катания верти, как раз таки были Данки, либо Эйр Джорданы, высокие. Вот. И, собственно, с тех пор, как бы, много скейтеров полюбило высокие Данки и продолжал в них кататься. Но в то время Nike особо не уделяли внимания скейтбордингу и вообще не думали развивать какое-то специальное отдельное направление в этом плане. Вот. Первые мысли в компании о том, чтобы выходить на рынок скейтбординга, были в 96-м году. Они подписали Бэм и Марджеру кататься за Nike. Но в тот момент продукт от Nike был не очень крутой и не воспринимался скейтерами. И, соответственно, первая попытка прийти в скейтбординг у Nike провалилась. Следующая попытка была в 2000-м году. Тогда они выкупили бренд Savier. Такой достаточно аутентичный старый бренд. Кстати, когда-то давным-давно пару кет у нас продавалось в Ролл-Холле в дисконте. Но это дела минувших дней. Ну так вот, выкупили они бренд Savier. Но, опять-таки, ничего не получилось у них с рынком скейтбординга. Этот проект никак не развился и его просто закрыли. Ну и, наконец, в 2001 году руководство Nike привлекают к работе Сэнди Бодекера. Это чувак, который долгое время работал на разных постах в компании Nike. Занимался многими разными делами. И тут ему поручили ввести непосредственно новый бренд Nike SB. Собственно, начал он с того, что взял культовую модель Dunk и сделал ее скейтовой. Добавил несколько технологий и уже на базе этой модели начал делать разнообразные коллаборации с крутыми скейтбрендами. За все свое время, ну, конечно, понятное дело, что там супер много коллабораций было. Но в первое время они делали коллаборации с Supreme, с Chocolate, с Diamond. Ну и, пожалуй, все. Да. Вот как бы три основные коллаборации, которые на начальном этапе помогли завоевать респект среди скейтеров непосредственно у модели Dunk. И который сейчас уже кажется достаточно такой популярный и крутой. Вот. Но теперь непосредственно обратимся к тому, что у нас есть из продукта. Кстати, все эти кеды представлены эксклюзивно только в магазине в CDM и в нашем интернет-магазине. Первую модельку хотелось бы рассмотреть вот такие вот Nike Dunk Kama. Сразу небольшая оговорочка, это не линейка SB, то есть они по технологиям якобы не подходят для скейтбординга. Но так или иначе, это классические данки, в которых также без проблем можно как и ходить, так и кататься, и никаких проблем не будет. Вот. Основная фишка этой модели, конечно же, заключается в расцветке, потому что здесь асимметричная камуфляжная расцветка левого и правого кеда. Вот. Соответственно, они, ну, прям разные, и в этом и заключается основной прикол. И, конечно же, эти кеды отсылают нас к баскетбольной истории, к баскетбольному прошлому, потому что на правом заднике красуется логотип Nike в баскетбольном мяче в оранжевом цвете. Следующая моделька – это вот такие Nike Dunk Barbershop. Ее изготовили специально в честь всех любителей чуваков, кто ходит в барбершопы и кто там работает. Она полностью в черной расцветке, голубенький свушь, голубенькая подошва. Очень интересный моментик, окантовка здесь идет бело-сине-красная. Это, как вы видели, наверное, неоднократно такую штуку у барбершопов крутится крутилка. Как правильно она называется, я не знаю, но типа такая крутилка есть. Вот. И, собственно, акцент на этом. И вот здесь вот на шнурках специальные лезвия, как у машинки. Такой достаточно интересный элемент декора в кедах. Ну и дальше переходим к самым сладким моделькам. Это Nike Dunk SB, именно модели, которые подготовлены для катания на скейтборде. Значит, у нас есть вот такие вот Nike Dunk под названием Fog, типа Туман. С Туманом здесь идет отсылка с серой свушь. Сами они полностью сделаны из черной замши. И, конечно же, вот такой вот коричневый капсул, коричневая подошва. В целом классические красивенькие данки, которые не жалко будет убивать на доске. Но также они супер стильные, супер стильно выглядят. Ну и в завершение модель Nike Dunk High, высокие, в расцветке Medium Gray. Эта расцветка вдохновлена кедами из 90-х годов. ACG Air SuperDome. И, собственно, полностью сделана в цвете тех кед. Моделька эта выполнена из мягкого нубука, мягкой кожи. Они идеально подойдут как для катания на скейте, причем в разных видах. Потому что в высоких кедах прикольно кататься в радиусах, в верте, в рампе и так далее. Вот так и для стрита. И плюс ко всему сейчас уже такая осенняя погодка. В высоких кедах всегда круто и удобно ходить именно по осени. А кто-то может и зимой в них погонять. Вот, собственно, такие четыре красивые расцветки данков у нас есть. Повторюсь, они представлены эксклюзивно в нашем интернет-магазине. Эксклюзивно в магазине на Лубянке, в CDM. Пока что в наличии есть все размеры. Так что приходите сами, рассказывайте друзьям и носите Nike.